Четырёх игроков и я возьму Элдер Титана. Да нет. Дайте мне рычаг, я подвину землю. Ещё что? Нет, стойте. На Наньянге кто-то, какой-то полоумный взял Элдер Тайтана. А, это был Ланем из Лихом Войне. Смайк, попей буквально там недавно, месяч назад тоже брал Кристал Мейден, Элдер Титан. Он проиграл всё. А там уничтожил Ланем на Элдер Тайтане. Просто в Соленово. На Саптортике? Да, да. Он там растоптал, всех взорвал и вообще... Элдер Титана. Ой, какой мемоз хороший. Запостив в Твиттер, я ретвит... Я не умею этого делать. Ну ты чё? Я лучше анекдоты буду в Твиттер писать, мне кажется, это веселее. Главное не тот про... Я все про всё. Герокоптер третьим пиком для Элджи Ди, и что же заберут себе ребята из Сиклет? Вот, видимо, что-то советует Пупея, но я бы не стал так... Прислушиваться. Так торопиться. Да, какой-то эмберочек может заедет. Ну конечно. Может Пупея, знаешь, мут сразу бросает во время пика Энвин? Вот на время пика Энвин? Пупея ничего не говорит, он только слушает всегда. Мне кажется, да, он просто кнопку мьют нажал на Элли. У него белый шум, знаешь, такое море сейчас на фоне море. Это он сам себя. Это он говорит, затнись. Слушай, Клемент, а может ты затнись? И дальше думаешь. В пилинили просто устал. Не знаю, я не играл с Клементом. Ротикей, Клементом играл Сергей. Было такое? Ротикей на клоке. Было такое. Было. Да нет. Ты конечно не был такого. Советуется он со всеми, прислушивается прекрасно. Если с Дредом играешь, и он капитан, он в этом да. Он говорит тебе запись. Еще он говорил всегда так, короче, я выхожу из Вентрилла. Он в свое время в Вентриллу сидит. Все, я выхожу из Вентрилла. Выходит. Вы мне мешаете думать. Он выходил, пикал героев и заходил обратно. Притом он даже паузу не ставил. Уже из-за разряда игра начинается, и он начинает объяснять. Не, Пупей так же делал. Когда ты проигрываешь в Best of 3 первую карту, он говорит, вы мне мешай. И все, ушел. Пикнул чего-то, мы просто не понимаем, как играть. Он говорит, побежали. Ну вообще Дредд, он уникальный человек. Он еще пять лет назад придумал стратегии, которыми пользуются сейчас. Да, конечно. Так и есть. Шейкер Лин, он говорил, когда у Лина были все скиллы в четыре раза хуже. У Шейкера Фиссуры не было. У Шейкера Фиссуры была в два раза короче. Он тогда уже говорил, что этих героев нужно брать на первых два пика. А могли бы тренировать уже тогда, и где бы вы были сейчас? Нет. Фёрст пик был бы по аналитике. Фёрст пик был бы Бэтрайдер. Да. У Дредда. Понял. Понял. Передаем привет Андрею Голубеву. Он наверняка смотрит сейчас игры из Москвы. Удивительная история. Вообще ничего удивительного не происходит. Секреты пикают все, что всегда. А LGD на самом деле не имеет. Ну как бы их пик я бы не сказал, что он крутой против этого. LGD тоже пикают все, что всегда. Они и берут собственно. Гирокоптер SF уже второй или третий год. Они этим играют. Плюс при возможности берут Клокверк плюс Тускар. Идут еще Дабл Хард и меняются. Там и Кси Ао играл на этих Тускарах и Клокверках. И Яо. И все по очереди. Кси Ао играл красы. Теперь тут новые исполнители пришли. Тут бы Бэйна. Секретом. Но как-то не хочется там и Туск и Клоквер. Но прям вот я думаю нет. Не, Бэйн здесь так себе. На Бэйна. Тут разве что по карте чуть помочь против SF, но больше он не на что не способен. Ну просто любого керри. Леон неплохо заходит. Вот Бэйн это из Абани. Леон. 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 ЛГДшка? Такая-то они сейчас могут взять. Это уже дефотный китайский саппорт Леон. Да, они его любят. Китайцы его любят с Леончиком. Что-то Шамана они не любят, а зря. Вот это герой, это герой. Ну и последняя стадия банов подходит к концу. Венга кстати с Секретом очень хорошо зайдет. Это минус армор под Кладар, минус армор под ВР и свап из под Клокверка. Да. Им нужен герой, чтобы ловить Эмбер Спирит и хоть как-то его убить. Да, а у китайцев сейчас Леон хорошо заходит. Ну, блин, он только один хорошо заходит. Еще Шаду Шамана, но они вряд ли возьмут Шаду Шамана. Шаду Шамана, да, как-то он. Не, вообще он круче, чем Леон, я тебе это гарантированно могу заявить. Он такой медленный, просто вот я прям вижу, как его просто убивают за что-то. Он самый медленный герой в доте. Сечка вроде медленный. Еще течис есть. Не, ну да, я понимаю. И Мейден тоже не чемпион. Тогда берем Мейден. Нет, надо Шаду Шамана играть. Ну Леон это будет. А у этих Венга? Еще почти смотри. Сейчас Абадон. Ну Джекерос не смотрится особо. Леон. Джекерос. Ну Игорь, пересмотри. Ладно, согласен. Ведждоктор, я голосую за Ведждоктор. Пумпуона сейчас поплавит. Ведждоктор, да, соглашусь. Сейчас плавленый пик будет. Плавленый? Значит плавленый это Дриада. Это Анти Андреас. Пойдет ли? А может чем? Нага Сирена. Ну че-то вот может быть. Почему бы и нет. Самого тупого героя назову в доте. Котел. А че тупой? По-моему, вполне по-пупеевски. Ну вот. Как раз Эмигма. Вот про Эмигма, да, подумал. Сейчас поедем, говорит. Вот и Нинму хочется. Он может подоскнуть варблок сейчас взять. Скаймак, кстати, в комбинацию тоже. Мне кажется Скаймак аппарат самая сильная тема. Скаймак. Ну и Пититок. Никакой поплав. Интересно. Ну ладно. Так не... Это дефолтника, но... Опа. Ну-ка еще раз покажи в камеру. Опа. Ну примерно так. Первый раз было лучше. Пики сделаны, пиков больше нет. Начинается первая карта LGD против Secret. Мы передаем слово нашим комментаторам. И давайте смотреть за этим интереснейшим противостоянием. Доброго времени суток, уважаемые зрители. Мы начинаем смотреть матч винеров между LGD Gaming и Team Secret. Это группа C. Победитель проходит в верхнюю сетку плей-офф. Ну и комментировать матч для вас будут MailStorm и Адекват. Да. Всем привет. Матч будет очень интересным. Первый раз стартует прямо сейчас. Я думаю, потихонечку будем в нее сейчас включаться и смотреть. Ну и на правильный транслятор также сообщим, что будут играть и HomeStack. Так что тоже не пропускайте. Да. Такие у нас сегодня китайские игры. Вчера тоже было парочка китайских команд, но сегодня их побольше. Ну и пока что перформанс в целом довольно-таки хороший. Дело в том, что невероятно тянулась у нас первая серия. Все матчи закончились 2-1. И сейчас я уверен, что команды уже немножечко утомились. Довольно важно выиграть всем, кто сейчас играет в свои встречи. Потому что ты сразу проходишь винера. Если же ты проигрываешь, тебе еще ждать, когда сыграет нижняя сетка. Ну действительно, можно немножечко устать. Ну и давайте пробежимся по героям. LGD. Мэйби играет на Shadow. Финде. Роти Кей играет на Клакверке. DDC играет на Леоне. Тускар в исполнении ММА. И Силар играет на Гирокоптере. Ну и ребята из Team Secret. ПП и суппорт Инж Топаришн. Энви будет фармящим Эмбер Спиритом. Мизери, Офлэйн, Слардар. Виха будет играть на Виндрэйнджер в миду. Ну и вторым суппортом будет ПЛД на Вичдокторе. Хорошая интересная связка. Это Виндрэйнджер Слардар плюс еще и Вичдоктора Слардар. Такая довольно необычная. Да, все офис урон, все под Amplify Damage. Очень круто сочетается. Суппорт Вичдоктора как раз-таки один из немногих таких суппортов, который способен самый физический дамаг наносить. Одной из своих способностей. Так что выбор на ласт пик Вичдоктора был крайне хорош. Мне он очень понравился. Этим нужно противодействовать ребятам из LGD. И, в принципе, у них тоже свои герои. Нас тут аналитики отмечали. То, чем они играют постоянно, поэтому быть не должно. Да, действительно, пик такой LGD-шный. Клакверк, Леон, Тускар, Гирокоптер и SF. Это вообще все то, чем они играют. В целом, довольно сбалансированные герои. Но, как мы видим, у Сикретов есть свои какие-то задумки, свое понимание того, чего они хотят от этой доты. Так, ну и давайте смотреть, что у нас по линиям. Отправляются на нижний лайн. Сикрет и охранять своего Эмбер Спирита. Энви уже сегодня пару каточек на этом замечательном персонаже сыграл. Ну и, в целом, для Клакверка не очень простая ситуация. Потому что буквально чуть-чуть его здесь подцепят. И, может, он уже никуда не уходить. В то же время стоит отметить, что у Клакверка есть возможность вот так вот запирать крипов в лесу. И это, конечно, очень здорово. На миде у нас дуэль двух довольно серьезных мидеров. Если Мэйби всем хорошо известен уже после выступления на Интернешнл, и, опять же, аналитики говорили о том, насколько он хорош, ну то Виха только после Лентауна заехал в профессиональную команду. И как раз таки вот в день приезда 10-го числа обсуждали выход у нас на топ. Вот такая попытка просто Ладова немножко подмять, спокойно уходит, спринт у него вкачан. Слышал я, как Пупей рассказывает про Виху, что в целом, да, парке пришлось поучиться где-то месяц играть в соревновательную доту, но он очень приятный и хороший тиммейт, чего не хватает очень многим вот таким вот сильным индивидуальным игрокам. Но пока что все у Сикретов хорошо. Последние два Лана они выиграли, являются топ-1 фаворитами. Вот так вот Пупей сменил команду, сменил всех вообще абсолютно игроков, но к первому мейеру после Интернешнала опять его команда является фаворитом номер один. Как было на идее? Силы капитана. Пупей умеет приводить своих ребятишек к победе, к победам многочисленным подряд. Но что касается Вихи, действительно он так довольно быстро вклеился в коллектив, то есть многим игрокам с вот этих вот папчиков, с рейтингов достаточно много времени нужно, чтобы освоиться, обустроиться, довериться каким-то другим своим тиммейтам в профессиональной команде. Виха это сделал очень-очень быстро, Виха молодец. Ну и с каждой игрой набирает уже и огромное количество теперь хайлайтов не только с его соло рейтинг игр, но и с профессиональной тутовой сцены. Так что он красавчик. Можно пожелать ему только удачи. Рудикей пытался забрать руну и все еще пытается, но шансов у него никаких, конечно. Баунтируна достается у нас Вичдоктору, Слардар забирает иллюзии, также сверху не удалось подконтролить, но в принципе бутылки нету, поэтому не очень страшно. Да, SF уже практически нафармил боттл, пока что все линии стоят плюс-минус ровно. Ну и посмотрим. Ждем мы, конечно, выхода от LGD на шестом, седьмом, восьмом левеле гирокоптера. Я думаю, что будет что-то подобное. Вот информация от нашего статсмена. Три из четырех игр против Shadowfin, да. Виха выиграл. Ну, видимо, об этом тоже знают примерно LGD, то есть у нас первые минуты три была поддержка тому самому SF, Мэйби одного не оставляли. Ну, конечно же, понятное дело, что на первых левелах VR будет немножечко посильнее SF, SF набирает с уровнем, поэтому необходимую помощь Мэйби получил. Вот Ускар сейчас будет залетать. Он потратил-то Виндран, Виндран-то потратил. Айшард ставится, есть на Shadowraiser две штуки и удар с руки, Мэйби делает ФБ. Хороший кайлай от Мэйби, все сделал размеренно. Ну и здесь стоит отметить ММА, который поймал как раз-таки Виху на Виндране, на окончании Виндрана. Вообще интересная статика с той точки зрения, а какой вообще винрейт команды Сикрет? Потому что 75% получается против SF. Что-то мне подсказывает, что общий винрейт команды Сикрет больше, чем 75% и получается не такая уж и крутая стата. Ну, просто не всегда получается тебя именно против SF стоять на VR, или на ком-либо еще. То есть не всегда SF вообще винд берут, хотя это один из самых популярных героев на этой позиции. Но вот Виха, скажем так, большинство этих игр выиграл. Не знаю, статистика по мне довольно интересная, в том плане, что Виха умеет против таких SF стоять. Безусловно, интересно, но вот опять же непонятно в плюс или в минус. В любом случае SF это такой герой, против которого невероятно сложно выиграть линию. Вот, спасибо нашему статсмену. Да, получается, что в среднем винрейт получается хороший. 65% в этом патче. Мне было ощущение, что больше они выиграли. Ничто сказал, что больше. Ну, опять же, играли только тир-один турниры с сильными командами. Все матчи были упорные, и да. Ну и периодически вот такие карты иногда заливают. Не Бьянка, так что бывает, в общем-то, поэтому винрейт немножко портит, скажем так. Контроль церун, тем временем, от PLD, нижняя. Правда, Мэйбит тут сидит с сапогом, и может быть очень больно. Shadow Rage залетает, есть каски. Толки там заморозит сейчас Мэйбит. Тут спорты друг друга подставали, не дали друг другу погибнуть, и Мэйбит уходит ни с чем. Не побоялся Мэйби вот так вот ломиться на ХГ, но контролировал ситуацию на карте, понимал, что два саппорта его сейчас пока что никак не убьют. С легкой линии там Эдви никуда не уходил, у него самого там левел пятый не особо сильно полезный этот Ember Spader, поэтому действительно SF не волновался. Пока что легкое преимущество. Как мы видим, по крипам более-менее ровно, но гораздо больше заденайл, что неудивительно. У него тычка с руки уже сильнее. Ну и плюс ко всему фраг. Фестбрат, который забрали с помощью ММА. Преимущество у SF тихонечку копится. Ну и более того, успели еще парочку стаков сделать ему в лесу, поэтому есть что зафармить. Тут, конечно, очень важный момент, будут ли чувствовать секреты вот эти вот стаки. Как раз-таки тот момент, когда будет SF заходить и их фармить. Есть вариант, в принципе, самим-то прогуляться. Герои, может быть, не такие, прям суперкрутые для фарма кучи-кучи их многостаков. Но, тем не менее, с повершотов каких-то забрать можно, поэтому... Так, Мизери. Мизери дает стан, пытается сделать телепорт. Ой, GDC успевает! Хекс последнюю секунду, красавчик! Рокотберриджи залетают дальше, Мизери страдает довольно серьезно. Это еще один килл для LGD. GDC красавица. Если бы пытался попасть станом, во время анимации успел бы с Лардару лететь. Но вот именно Хексик, который кастуется практически мгновенно, успел сделать 2-0. Пока что начало от LGD хорошее. Интересно то, что у нас аналитики сделали такой прогноз, своеобразный. То есть, если я не ошибаюсь, все результаты от 2-0 победой Сикрет или LGD до 2-1 в ту или другую сторону были перечислены. Да, да, разные действительно были. Ну, действительно, не было смысла там станка с того, что там рейндж хекса примерно такой же. Так, опять выход на топ у нас. Опа, Вардес был проставлен, и Мизери как раз-таки залетает сюда, но он под спринтом, находит слишком много дэмэджа, ловит и залетает сюда кулдаун, еще один фраг 3-0. Все получается, LGD, вот что хочется отметить. Пока что слишком просто. Да, заходит, где-то надо сделать ганг, гангует, убивает, Миди Верка поставилась. На топе два раза, Мизери забрали. Так, и вот выход от Эмбер Спирита, врезается в Шадоу Финда, есть Сиринг Чейнс, пошли касочки. Мэйби дает Кайлы, погибает Мэйби, здесь же Тускар, Тускар накатывается, дает сталь. Сиринг Чейнс пошли в ММА, у ММА большие проблемы, ММА, но Гирокоптер перетягивается, и Эмбер Спирита не смогли закрыть, могли здесь попытаться подцепить. В любом случае были стики. Да, скорее всего уходил. Хороший выход от Этернал Энви на раннем левеле, вот как раз таки в чем преимущество Эмбер Спирита относительно многих героев, есть у него возможность на раннем левеле выйти, как и у Гирокоптера. Но если Гирокоптер пока что сосредоточился на своем лине, то Энви уже помогает мидеру. Ну, вроде пытался подключаться. Вообще, конечно, красиво хотели сыграть ЛГД в том моменте, и Сэв прям шел на путь к своему Тускару, и переграждал им путь два героя противника, чтобы в Сноуболт залезть. Действительно, немножко времени не хватило, не получилось за хайлайт, скажем так. Ну и да, в арте время на топе, забирают ЛГД, 3-1 счет. Все получается у Сайлора, 2-0-0 у него старт, старт просто шикарный. Так, пытаются подцепить селедку за счет того, что ночь, вижена не так много. Да, вот он, вижен, посмотрите, не видит ничего Слардар и ошибается. Потрясающая игра от ЛГД. Да, здорово поймали. Ну вот чувствуют ЛГД, что сейчас, да, что-то пошло не так у Мизери. Нападение на СФ, который пришел чистить стаки, здесь же Тускар, ну как же, много урона взлетает по Мэйби, Мэйби пытается уйти, но пауэршотом его простреливает, сюда же взлетает ракета Клакверка, и в итоге стаки, которые, честно говоря, даже непонятно, кто забрал. Если прочувствовали слабость игроки команды ЛГД в Мизери, то игроки Сикрет как раз таки здорово. Контрят СФ, выход. Ирокоптер, без маны вообще. ДТС подставился под Шеклшот, Шеклшот действует не так долго. Снооболом залетает по ВРке, ВРка прилечает винран, но ловит Хекс. Тайлор, тем временем, приговорил Вич Доктора, ну и Вика здесь должен погибать. Один против трех, ничего не может сделать, пытался нарезать Леона, не получилось. Задержались очень сильно сейчас игроки команды ЛГД во вражеском лесу, после того, как зашли гнобить СФа. Хороший, в целом, мув, потому что СФ очень быстро поднимется на стаках. Зайти, вычистить его стаки и убить его самого – здорово, но отдаться потом всей командой, еще и гирокоптеру, который только что забрал сверху Слардара – ну, уже слишком хорошая ситуация у Гирыча. Давайте посмотрим на Нетворса – 4200, имеет очень много. Вообще, сложно обвинять этому и было Team Secret. Они действительно делали все правильно, они пошли забирать чужие стаки, оставлять их просто СФу на свободный фарм ни в коем случае было нельзя. Ну, то, что он подставился – это уже, к слову, хорошая игре ЛГД. То, что они вовремя подсобрались и помешали, скажем так, отомстили. Не самый удачный герой для Мэйби, кстати говоря. Перепоражение из семи игр в этом патче не так круто, как хотелось бы, но была статистика о том, что ЛГД последние свои матчи все-таки проводили неудачно в Китайском регионе. Были поражения и так далее, поэтому, в общем-то, и на СФ, естественно, уже в винрейте не самый крутой. Ну и потихонечку подтягивается к шестому левелу у нас Таск и Лион. На шестом левеле, конечно, попробует какой-то сделать выход, потому что Фингер слишком серьезный спелл. Хорошие варды поставлены. Стоит вард вот такой вот на верхней руне. Далее стоит вард у нас на нижней линии, на верхней линии, которые также все абсолютно контролируют. И перетяжка вниз. Operation имеет ультимейт. Нападение на герокоптера. Герокоптер. Да, герокоптера слишком просто получилось забрать. Ну и что, будет ли какой-то размен? Клакверк в позиции. Ультимейта у клакверка все еще нет. На топе, на топе там SFNV идет, пытается найти суппортов. Суппорты улетают. Типа-аут прожали. Ушли на Курьера, можно подрезать. И Курьера тоже не подрезает, мэйби. В итоге, только отдался герокоптеру. Вообще, не понятно, что он там один делал. То есть, далековато находились от него тиммейты. Не видел он ситуацию на карте. Вард был поставлен немножечко позже и в чужом лесу. Просто отдался. Бывает мизери. Тем временем на Ротикея нападает в виду. Ловит айс шард. Зацепляет еще и Виху. Но на боях не полезно, конечно. Наконец-то шестой левел получает здесь Ротикея. Немножко не та у него раскачка, чтобы залетать во врага. Хотя, на самом деле, странно. Верку хорошо. Вич-доктора хорошо. С Лордара и Апорейшн тоже хорошо. Только Эмбер Спирит может выбраться. Но решил вот так вот подмаксить ракетку. Не знаю, чем вызвано. Летит Ультимейт Апорейшн. Чекает. Скорее, чекает карту. Понимает, что уже туда, куда нужно он не попадет. Угу. Ну вот, нашел крипачку. Ну, попал по двум героям. Да, здорово. Лейв такой пронесся. Ну да. Ну, в целом, довольно пока все интересно. Если мы посмотрим, видим, что LGD на графиках чуть получше были буквально минуту назад. Ты еще скажу чуть получше. Ну, так, тысячи не особо сильно, конечно, преимущественно. Одиннадцатый минут. Но, тем не менее, чуть-чуть-то впереди. Клак ввершу. Влетает в эрку. Шекл не попадает в Шадоу Финда. Ломает кок. И отходит. Такой ситуации. Нашел выход. Виха не растерялся и выжил. Все, получилось здорово. Не успел подойти DDC. Далековато находился. Вот сейчас очень важно то, что LGD, они сбили, на самом деле, все темпы с лордару. С лордар вообще не может подключаться к дракам. Вот только-только купил себе транквил бусы. Там пытается нафармить себе на блинк. Блинк появится еще не так скоро, как хотелось бы. Ну, и в том же сравнении, например, с кокверком. Кокверк сейчас намного активнее, намного полезнее должен быть для своей команды. LGD, по идее, должны с позиции силы действовать. Ну, вот они уже прожимают смоки. Ну, точно нужно с позиции силы. Потому что там Aberration взял Midas. И так просто это нельзя оставлять. У вас, у саппортов, у Midasica нету. И они будут потихонечку оставать. Ну, вот сейчас Envy можно подловить. Envy держится очень аккуратно. Понимает, что гирокоптер в этот раз, скорее всего, не один. Просто раз нахалявили. В этот раз так просто нахаляву. Забрать не получится. Хотя взлетает Ice Blast и пошел вперед Envy. Это будет байп. Ста приходит просто DDC. Кулдау на развороте. Есть Рокет Берриджи. Получает подкоп Envy. И снова Боломайшард накрывает его. Тускарм. Мизери пытается отомстить. Но он один против трех. Явно тоже драться не спасет. У него 800 хп. Он под спринтами. И у Леоны есть фингер. Поэтому очень опасная ситуация здесь для Мизери. Буквально чуть-чуть урона он получал. Могли его забрать. Но сейчас еще может, кстати говоря, отъехать. Мизери, Мизери, Ice Shards. Не точно. Мизери снова спринт. Как-то переградимый путь не получается. Сноубола не было. Ускара просто не хватало МП. Но здесь Мизери выжил все-таки. Сосредоточились на вышке. Сейлор потихонечку начинает ковырять. Ну и Таск и DDC отходят. Нет, Сейлор тоже отходит. Мизери выходит на руну. Это иллюзия. Не то, что нужно. Смогут ли каким-то образом ему помешать. Amplify damage вешает. У Гирокоптера нет ультимейта. Поэтому нечего ему закинуть. Ну и Мизери здесь отошел. Тут с опаской немножко действует LGD. Видимо, ввиду того, что Shadowfin просто-напросто не купил себе свой Мекканзен, который так нужен для его команды. Вообще, вот представить себе такую ситуацию на данной минуте, когда SF покупает Мекку, и ребята из LGD собираются пятером. Я не понимаю, что будут делать секреты. У них настолько жадные герои. Кидать ультопарейшн. Вот, и все, что они могут. И повершоты раскидывать. Потому что у них такой пик. Им нужен фарм. Слардару нужен блинк. Имберспириту нужно куча артефактов, чтобы быть полезным. ВРК, понятное дело, безагонимый и без кого-то артефакта на урон тоже ничего не сможет. Как бы смешно не звучало, но этого может хватить. Один хороший ультопарейшн под буквально парочку спеллов, и Мека твоя не пригодится. Ну, пока что LGD не слишком сильно засаждают. Да, ну вот так вот. Развели, да. Иллюзию. Плохо. Немножко времени будет. 2000 монеты, неужели это не будет Мека? Неужели это будет какой-то... Сен-Жин-Яша сразу? Шадоу-Блейд, может быть? Ну, Мека не так хорошо из-за того, что есть оперейшн, тем не менее. Посмотрим. Ну, конечно, ультимейт оперейшн такая штука, что ты на нее можешь поставиться, только если у тебя плохая позиционка. Если ты чекаешь карту, ты как бы спокойно ее можешь игнорировать, этот ультимейт, и все будет окей. А Мека позволяет тебе давить, просто идти в пятером, и вам ничего не смогут сделать. Ну, пока что заходят во вражеский лес, секреты вынуждены отступать, переходят во вражеский лес мизери, пробегают, видят, что никого нету, должны понимать, где находятся все игроки. Клакверк занимает позицию сверху, но он в любом случае подключится очень быстро, чекает ракеткой. Оперейшн пошла ульта, но видят это прекрасные игроки команды LGD, как раз в этот момент ракеточка залетела. Ну, и сейчас просто аккуратно с разных сторон подойдут. Клюшка огромная, размером с экран. Ну да, просто отошли пока от ее действия. Пытаются сплитить секреты, не хотят идти в бой, это понятно. Опять же, обращаем наше внимание и ваше внимание на то, что такие ворды классные поставили LGD, просто их очень много, и они все очень довольно агрессивные. Если, например, увидеть вижен от Сикрет, то его, грубо говоря, просто нету. Сейчас Павел Дай поставил один обсервер. Но это не мешает им нормально передвигаться к этой партии и не терять инициативу, не терять много фарма. Сейчас выдвигаются наверх. Бьет вышку Слардар, никто абсолютно ему не мешает. Снизу также падает Тавер, это размен Тавер на Тавер. Ну и, как мы видим, продолжают контролировать нижнюю часть карты LGD. И Сикретом остается уходить вверх. Пока у них нету блинка ни с селедки, не очень хочется спешить. Мизери тут чуть не... Жестко он просел. Shadow Blade покупает себе Мэйби. Агрессору бийца, Мэйби. Я бы сказал, что решение неплохое, потому что игра так идет, что вроде бы нужно LGD сейчас. У них есть возможности, нужно нападать, но зацепить тяжеловато. Вот с Shadow Blade дом может получиться. Ну блин, ну что значит зацепить тяжеловато? Ну у вас Клокверк на Хускар есть, инициации хоть отбавляй. Ну типа... Здесь скорее не хватает какой-то вот именно разведки. Хотя вроде бы все есть. Нападение на DDC. Да, ну он конечно зашел. Просто последствия этот Shadow Blade это... Ну что это такое Shadow Blade? Это поставили Синдришник, Shadow Blade не работает. Это поставили Amplify Damage, Shadow Blade не работает. Скидывать этот самый Amplify Damage некому. То есть нет таких-то дебафферов, да, жестких в команде. Вопрос только в том, как реализуют. Да, да, вот вопрос реализации с тобой согласен полностью. То есть как Мэйби сейчас начнет бегать этим Shadow Blade и делать фраги. А если он будет фармить, то смысл Shadow Blade? И уже есть все такие вот подставы. Герокоптер подставляется, Лем подставляется. Все это как-то не круто выглядит от LGD. Идет ульта Operation прямо в Гирыча. Как-то больно. Внизу. Да, но Eternal Envy, по-моему, погорячился. Заходит, пытается кинуть ремнант, кидает ремнант, его забирают. Ошибка на ровном месте от команды Secret. Погибают два Core-героя. Причем, если Слардар погиб по делу, то Envy остался совершенно непонятно зачем. Попытался добить Гирыча, чего совершенно не стоило делать. Ну и в итоге два в ноль. А в итоге получается, что Shadow Blade реализован частично. То есть пришел Мэйби, там что-то с руками походил, поубивал противника, парочку кайлов дал. И пожалуйста, какой-то ассист там. Ну скажем так, после его покупки все стало чуть лучше в LGD. Не важно, что Secret подарили, но действительно это так. Самое главное, что теперь чуть-чуть нарастить преимущество это позволяет. Ну и что, Таск забирает баунти-руну. Должны сейчас появляться, вот он, Blade Man на Клакверке. Это уже гораздо интереснее. Ну и теперь будут нападатели. Он все еще ни разу не скастовал свой ультимейт. Необычная ситуация. Да и один ассист у Ротике тоже о многом говорит за 17 минуты игры с оффлейном. То есть так не очень активно, скажем, от LGD. Именно от этого героя. Ну вот смоки какие-то прикупают с Тускаром. Следовательно, действительно сейчас пойдут в атаку LGD. Где-то будут искать противника. Гирокоптер тем временем собирается на статы. Барабаны купил себе Квилл и Огрклаб. Там можно уже аккуратненько выходить в БКБ. Ну а все, что нужно с Сикретом, это время. Безусловно, еще несколько десятков минут, наверное, пофармить себе крутые айтемы. Эмбер будет доволен в этом случае. А пора, конечно же, сказать спасибо команде противников. Ну, Слардар, ВРК, это все самое понятно. Да, они собираются затягивать. Об этом говорят Травала на Эмбер Спирите. Об этом говорит Опарейшн, у которого постепенно планируется выход. Пока что в Форстаф, судя по всему. Просто для того, чтобы контрить Клакверка. И в любом случае артефакты будут появляться чуть быстрее. Но LGD тоже это все отлично понимают. Им пушить тяжело все-таки против аппарата. Поэтому так небольшими силами они медленно, но верно давят тавер. Ну вот, очень-очень медленно. Один гирокоптер, во всяком случае, этим занимается. Команда его сейчас находится где-то на топе. Но вот СФ пошел, есть реквим, хочет взорвать мизери. И... По-моему, вот центришник спалил. Нет? Отлично. Да, вот видит центришник, поэтому мид спокойно будет отходить. Старает особо не палиться. Сейчас подтягивается к нему тиммейт. И уже можно, можно окорчить СФ. Ну вот, получается дамплифай дамедж и... И вот теперь он, скорее всего, будет страдать. Там ММА может подсейвить в сноубол. Пошел реквим, уходит практически в никуда. Он где просто улетает на свой ремнант. И реквим был просто потрачен ноль. Хукшотки точно. Верк мажет хукшотом. Верк здесь на хосте. Мэйби под амплифай дамеджем, поэтому немножко он рискует. Ставится ракетка, пытается ее сбить. Деняет ракетку из своих же гирокоптер. Жесткий Сайлорс. Идет дальше Виха, ну и в итоге загоняет. Мне это напоминает что-то из серии, когда вот команды играют в футбол. Идет какой-то перепас, после чего идет такой навес мощный. Ваут. Никто не попал ничем вообще сейчас. Ни Ультесеф, ни Тускар, ни Клакверк не зацепили никого. Но какое-то очень жесткое напряжение в матче. Обычно такое происходит, когда обе команды чего-то слишком сильно боятся. Как-то им тяжело почувствовать уверенность в себе. Это до первой драки мясной. Как только состоится первая драка, все, у нас пойдет совершенно другая игра. Ну, как говорится, до первого гола. Надеемся. И выход на Рошана. Ой, какой опасный выход. На Рошана Ли. Да, собирались на Рошана. Чекают Рошана и Мизери. Попадает под атаку Eternal Envy. Лион пробегает мимо просто куда-то на муве, где я не знаю, зачем он туда бежал. Как больно команде LGD. И, наконец-то, DDC раскасовывает Хекс. Забирают гирокоптера Лиона, Клакверка. В размен на одного только Эмбер Спирита. Слардар прыгает. Маны у него абсолютно нет. На развороте. Мэйби. Мэйби минусует Мизери. Мэйби получает раскаст Кайлы и Тимекки. И в итоге остается только один лишь ММА. Четыре в два размен. ММА вряд ли удастся уйти, хотя пока что получается. Да, пока он не будет до конца. Я думаю, пятого тоже не отпустит. Старается Виха. Виндран появится через пять секунд. Шекл дает подвязывать на максимальной дистанции. Хорош! Повершот сверху. ММА тоже будет падать. Но только после того, как проезжает до конца Сноубол. Еще и Валрас Панчев напоследок отметился. Но, потерпелись. LGD дождались. У Сикретов появились артефакты. К сожалению, для LGD появились уже лвла хорошие. Кукшот! Ротике один залез на Виху. Виха Виндран подрубил. Просто сбивается Кок. Ротике. Форстафф. Был на него зают. Один против всех. Абсолютно. Один против пятерых. Оказывается, Ротике. Помощи никакой нет вообще. Ульт Оперейшена попадает. Ну и сейчас его добьют спокойненько. Да, Эмбер Спирит здесь забирает. Хорошая игра от Этернал Ленви. Плохая игра от Клакверка. Хочется спросить ему Майя, он вообще нормально себя чувствует или нет. Потому что так получилось, что как-то он оказался в центре объектива в прошлой драке. Мимо него бежит Эмбер Спирит. Он пробегает в эту сторону. Его вяжет. Потом он в эту. И дает рассказ. Какие-то нервы у нас. Причем от обеих команд опять же. Но Сикреты сейчас собрались. И чуть получше у них пошло. Тем не менее. По графикам. По графикам все еще ситуация играбельная. Комбэк. Комбэк такой небольшой сделали. Ребята с ним Сикреты. Они терпели-терпели. Начало. Им было очень плохо. Они страдали на линиях. Там еле-еле купили Семидас. Травалая. Ну в итоге ЛГД им подарили тот самый момент. Один момент, который так Сикретам не хватало. Не знаю почему ЛГД в один момент не собрались с пятером и не навязали где-то борьбу на Тавре. Ну вот хороший момент был. Они должны были выигрывать эту драку. У них позиция была просто шикарная. Они просто потерялись и не смогли реализовать свои способности. Очень необычно видеть вот такое вот. Необычно видеть, например, в драке СФ, который без рековым Shadow Blade. Без БКБ, который не может свой ультимейт кастовать. Не может ничего сделать. У него 1000 хп. Ну вот что такое СФ 1000 хп на 21 минуте? Ну, фармить с Инжин Яшу, да. Хотя на самом деле, мэйби ты там как раз один из тех, кто более-менее там что-то сделал по игровой ситуации. Но посмотрим. В любом случае, игра у нас вся еще впереди. Небольшое преимущество у Сикретов есть. Да, у них также очень неприятный лейт. Но LGD имеют контроль, имеют возможность играть против пика Сикретов. И, в принципе, в лейте у них тоже масса возможностей. Посмотрим, к чему это все приведет. А, без словно, герои хорошие. Сэф и кирокоптеров, кажется, от Сикретов. Да. А там гем появился? Вики? Гем и ракетка. Ну, LGD не отдадут ни за что вот так просто Рошана. Нужно сделать минус один. Понимают Сикрет. Это прекрасно. Выходит из Макару. Тикей в позиции просто ужаснейший. Но влетать в него как-то не очень хочется. Свардар дает стан, но он сам влетел. Босфайр через Айсбласт разобрали тот самый клокверк. Ну вот сделали тот самый минус. 30 секунд клокверка не будет. Что дальше? Дальше будут забирать Тавр снизу. Там спрятался DDC. Чтобы позиция была похуже, если соберутся на Рошана. К тому же даже и без клокверка на Рошана можно попытаться зайти. Как мы видим, Сикрет абсолютно рассредоточенный. Точнее, LGD абсолютно рассредоточенный по карте. И после того, как они отдают вышку, не решается Сикрет никуда идти дальше. Да, SF дофармливает свои артефакты. У него 2300. Гирокоптер купил себе ВКБ довольно раннее. Есть Барабан и Аквилла, но в целом билд получается довольно агрессивный. И очень экономически невыгодный. Тяжело ему будет фармить. Вот сейчас заходит сбивать вард, но Виха здесь один. Да, мог попытаться привязать. Здесь как ни кидай шекл. Практически 100% ты привяжешь гирокоптера к чему-нибудь. Ну, в этих позициях, когда рядом Лиса и с левой и с правой стороны, действительно можно. Прям в гуще событий. Так, а Мизери, ты посмотри, ныряет на Мэйби, дает Амплифай, будет пробивать с руки. Нужна помощь от тиммейтов, залетает Найс Бласт. Но Шекл рядом от ВР, через Фокус Фаер Мэйби просто будет падать. Ну, такой себе SF пока выходит. 54 секунды в таверне, очень долго будет он там сидеть. Мэйби сразу понял, что сейчас с ним произойдет, потому что первое, что он сделал в этой драке, он закупился. Еще до того, как начал кастовать, понял, что я загулял, ребята. Оптимальный выбор для Shadow of End Dice здесь будет, наверное, мант после Black King Bar, потому что сбрасывать с себя Амплифай дэмэдж очень удобно с помощью этого артефакта. Ну, и как бы Яша просто на разгон, опять же. Много на разгон было у SF. Много-много. Ну, 2-4-3 пока, конечно, такой себе старт. Хотя, поначалу мы помним, что его с суппорта облизали. Да, фармит бессловный SF лучше всех на карте, но это не мешает ему также фидить отлично. Он очень, наверное, здесь одно завязано с другим, потому что очень много бегает по карте. Практически всегда один, да, выфармливает, но с другой стороны страдает тоже. А Сикреты очень много бегают вот именно так, сосредоточенно и аккуратно. Поэтому, вроде бы, 12-11 они забрали несколько последних драк и выиграли несколько... Выиграли несколько последних драк и забрали последние киллы. Но, как мы видим, преимущество всего-навсего там полторы тысячи с копейками. И это очень мало. Преимущество по XP, скорее, здесь из-за Медасика. Ну, вот Леон, например, покупает Блинк. Несмотря на то, что у него ничего такого нет особенного, фармил. Это вот стандартные китайские суппорты Леона, которые... Какая бы ужасная ситуация ни была, у вас же Керри героев. Вообще на карте вы можете проигрывать с разгромным счетом. Но откуда-то внезапно всегда появляется Блинк на Леоне, на Shadow Shaman, на ком-либо еще и на Рубике. Это всегда, этому даже уже удивляться не стоит, потому что... Там какая-то скидка, наверное, есть. Не знаю, каким образом, да, но у них это получается. Как будто тысячу стоит, а не две тысячи. И, в итоге, есть этот самый Блинк. Ну, что будут делать сейчас Сикрет? Сикретом нужно еще один какой-то смок сейчас провязать, который есть, например, у Слардара. Сделать минус, забрать Рошану. Уже пора, уже можно. Энви сейчас дофармит себе БФ. Тоже в свой первый такой хороший... Энвер Спирит вообще не боится, в этом, наверное, огромная проблема. У него, вот как раз-таки, артефакты только на разгон и вообще боевого ничего нет. Но сейчас он соберет себе БФ и уже начнет фармить довольно быстро, и дальше у него начнут появляться боевые артефакты. Да, да. Будет очень-очень опасен, парень. Интересная игра сверху у нас с ММА. Так, Энви, хватит ли дизейблов? Ну, нужен Леон, без Леона никак не убить. Залетает DDC, есть Хекс, Сноубол подкоп, все это единовременно залетает. Тинги рвал раз панч, еще один дизейбл был такой. А Энвер Спирита загулявшего подловили. Успел Леон закупиться? Нет, не успел закупиться. В итоге остался без части своих денег. Да, причем как-то непонятно, у него там было, а, возможно чуть-чуть не хватило совсем уму, потому что купил один меч и второй не успел. Но в любом случае хорошая игра от ММА пока что реализовывает свой блинг, о, от DDC, конечно, реализовывает свой блинг на ура, и все у него здесь в порядке. 0.26, статистика для саппорта в такой игре весьма-весьма неплохая. Ну и что, и по-прежнему ситуация у нас такая, что карта поделена напополам, все фармят свое исключительно, чуть посильнее кор-герои у команды LGD, и чуть более ровные герои у команды Сигрет. Я бы вообще сказал, что это такое знаковое противостояние, вот как раз-таки китайский стиль больше заточен на то, ну традиционно китайский, чтобы своих кэрри отфармить, а у Сигретов все наравне. Ну плюс-минус, там от Слардара, ДВР, 4000, еще и Operation на топ-3 позиции в команде. Ну да, Мидаз даёт о себе знать. Так, а Мизери ошибается. Это DDC реакция отличная. Даже не Хекс давать не стал, а сразу просто блинк-аут сделал. На развороте там же Май пытался подстаховать. Да, Хекс также у ММА, я вот не заметил, когда он появился. Точнее, блинк. Тем временем, врыв на Ротике, а Ротике без шансов. Виха здесь его не прощает. Реализовывает свой блинк-тагер, только-только купленный. Ну вот таки нам в очередной раз идёт подтверждение о том, что по одному бегать по карте здесь нельзя, потому что команда и с той, с другой стороны стараются подловить и убить. И если кто-то вдруг один остался, сразу же бывает наказом. Так, нападение. Snowball. Того. В аппарата. Успеет ли блинк-ануться? Нет, не успевает. И тут, конечно, под Amplify дэмэджем всё ещё с руной DD. Вынуждены разбегаться игроки команды LGD. И Слордар цепляет Сайлора. Пошла ульта. Сайлор не знает, куда идти к противнику или к своему тиммейту. БКБ колдаун, его проигнорирует, ставит Death Ward. Да, не лутый Death Ward. Сверху Shadowfint разбирается с Вичдоктором, и размен получается один в один. Слордар на развороте. Пойдёт ли атаковать дальше? Здесь уже Клакверк. SF с Black King Bar. Думаю, что не лучшая позиция. Вообще, Ротик Кей нормально всё делал. Он фармил. Ну, опять же, игра такая. У тебя выбор. Либо ты бегаешь пятером, ни черта не фармишь. Либо ты бегаешь по одному, рискуешь отдаться. И пока что... Позиция у Ротик Кей опасная. Первый левел хукшота не дотянется здесь. Пока что мы видим, что в целом обе команды предпочитают скорее больше бегать рассредоточенно и выносить больше. Естественно, приходится платить. Но при этом не сказать, что убер много фрагов мы видим. 27 фрагов за 28 минут. Нормальная стата такая. Нормальный темп. В меру активная игра, скажем так. Да, в меру фарм, в меру каких-то перемещений, гангов и так далее. Вот Мизери сейчас под инвизом, кстати говоря. С нижней руном подобрал и попытается кого-то отыскать. Но там же LGD стоят плотничком, плотничком. Все рядом друг с другом. Ждут, когда БКБшка откажется у Геркоптера. Но не драться не особо хочется. Ну, вот наступит в этой игре момент, когда нельзя будет отдавать соло фраги. И кажется, LGD решили, что это именно сейчас. Да, там как-то фидительно не хочется. В смоках хотят выйти сами. Там вот Вард, отличный Вард, который уже очень много информации с Сикретом дал. На протяжении того времени, когда он стоит, то сейчас закончится собственной серти. Ой-ой-ой, Мизери, Мизери заканчивается у него. Боже мой, сейчас его на рандоме могут зацепить. Было бы очень интересное. Погибает тот самый хороший Вард. Нужно его обновить? Нужно обновить. Вообще, у Сикретов есть гем, но при этом особого преимущества они пока что по Вардам не имеют. Разве что этот гем позволяет им контролировать. Ну, знать, что точно нет никаких Вардов. И смотреть на ИСФа. Пролетает ракета куда-то мимо. Так, и... Ну, я поздравляю команду Сикрет, они забирают Рошана. Буквально чуть-чуть стоило расслабиться LGD. Не кинуть туда, куда нужно ракетку. И вот к чему это приводит. Но ракетка только-только залетела. Но тут уже Рошан добит и забирает Аегису у нас товарища Виха. Выкладывает в Котл. Заходит сюда. Клак вверх. Несмотря на то, что уже драка вроде как закончена. Врывается в ВР. У ВР. Подставляется. Ну а нас с Аегисом. Очень хороший Форстафф. Классно. Есть отличная связка. Ставится Десвард. Боже, как это будет больно для Мэйби, который ничего не смог сделать. Каски летают дальше. Повершот. Уходят в никуда. Но будет продолжение тембера. Виха тоже здесь. На форстаффе. На блинках пытается догнать противника. Вот он ММА. Нет, все разбежались LGD. Но килл из эфа все равно огромнейший плюс для ребят из Team Secret. Странное решение влетать после того, как соперник забрал Ашана. Ну и конечно... В Р-ку, который есть Аегис. Они взлетели в Р-ку, который есть Аегис. Нашли цель для фокуса. Да, хотели выбить. Хотели выбить. В любом случае, Сикреты сыграли очень круто. Повторить то, что они сделали весьма непросто. У них как-то так получилось, что все герои находились в сейх позициях. И при этом три героя команды LGD не могли сделать ничего. Хорошая драка. Сикреты получают солидное преимущество. Но опять же, пока что играть еще можно. Мизери получает текст. Ну, нужно валить. Ой-ой-ой. Спринт. Это больно. Это было больно. Класс. А почему Сикреты спасают друг своих тиммейтов? У них три форстафа на команду. Они играют просто здорово. От любой инициации ты своего тиммейта можешь за полэкрана зафорстафнуть. И он не будет под фокусом. Ротикея. Фокус фаер. Блэйдмейл работает хорошо. Врыв. Виндрейнджер. Виндрейнджер форстаф. Пытается Ротикея отступить. Не подставляются. Потрясающий сноубол. Накат в Ротикея. Очень битый. Пупей. Пупея забирают. Ротикея пытается, пытается спасаться. И в итоге, ну вот сейчас уже на развороте приняли хорошо. Да, здесь уже здорово сыграли LGD. Немножко как-то Сикреты малыми силами пытались что-то здесь сделать. Но не стоит, конечно, так играть против команды. Такой команды, как LGD. Против плотного китайского коллектива. Ну и, конечно, Расмус Филлипсон в очередной раз. У него сколько там уже? 0.6. CDC. Очень рад был встрече. Да, Мизери наглеется, наглеется. Летит на своем Слардаре вперед. Не принимая в расчет возможностей противника. И раз за разом ловит самые прокасты в свой спринт. Очень больно. Ну вот он стандартный тот самый оффлейн Слардар. Который покупается Блинк, Форстаф. Нет у него артефактов на выживаемость. Да, на статы, чтобы плотнее стать. В итоге 1000 хп. На 31-й минуте, на 32-й под спринтом. Раскладывается на быстро. Да. Такая булка у нас получается своеобразная по нетворсам. Сверху два героя команды LGD. Потом пять героев команды Секрет. И замыкают три героя команды LGD опять же. Ну вот я бы тут даже сказал, что СФ стоп. Ну ничего нового, в принципе, Ротикей в очередной раз. На том же месте абсолютно. Опять куча форстафов, куча блинков. Быстрая инициация такая, внезапная, что самое интересное. Я так скажу еще несколько раз. И в принципе, и Мизери и Ротикей можно будет идти под фонтаном умирать. По кулдауну, потому что за них золото вообще перестанут давать. Так, нападение Виха с Гемом. Видят Герокоптера, но реакция Сайлора очень хороша. Тем временем сбрасывает манты фокус фаер. Нет, сбрасывает минус армор. Фокус фаер, естественно, не сбросить. Таск тем временем забирает Ancient Operation. Размен получается два в один. Ну, конечно же, в пользу команды Секрет. Так как забирают они Кор Героя, однако... Я уж думал, сейчас Энви также зафидит. Не, Энви ушел там, да. Ну, если вообще посмотреть последним файтом, то Кор Герои, то один, то другой, у LGD, то Мэйби, то товарищ Сайлер не вносит никакого урона вообще. Они подставляются под какой-то дизейбл и умирают сразу. ДДС, форстап работает, но Энви может не успеть. Энви получает варлус панч и в итоге уходит. Хороший раскаст от Пайлайдая. Забирают Леона, Пайлайдая также падает один в один. Как-то не хотят Секрет и полным составом идти на топ и драться. Вообще не хотят. Там уже ребята под Тир-3 лезут, а Мизери все еще стоит с низом, с вверхом кукует. А там ТП-шки нету в них, и вот чем проблема. А Мизери кулдаун. Я не знаю, у меня такое вот ощущение по этим матчам, которые мы сегодня видим, что вот встрет команды группы С и Д, команды группы А и Б, и просто в котлету сотрут там какие-нибудь Вега тех же Сикретов. Потому что какая-то игра немножко странная с точки зрения передвижений, макро. Такое ощущение, что никак не могут вот найти то, что нужно. Ни Сикреты, ни LGD в этой игре. Какие-то отдачи по два, по три героя. Мы просто не увидели еще не в исполнении ни той, ни другой команды, а карту такую совершенно хорошо исполненную. Потому что везде здесь какие-то минусы, какие-то небольшие пробелы. Вчера Вега Вичи вспомнить. Там такая катка просто лютейшая была. Мизери не успевает. Не повезло ему немножко. Да. Там люди показывали. Вега показывали в общем-то. Там именно тимплей очень классный. Да. Показывали совершенные карты. Клутой тимплей, красные перемещения в пятером и так далее. Здесь пока мы такого не видим. Что ни в первых раундах, что вот сейчас в Венерах. Ну, действительно допускают ошибки. Действительно играет пока не самым лучшим образом. Может быть просто еще набирает обороты. Скорее все, какие-то легкие нервы. Да. То есть это не говорит об общем таком классе. Скорее всего. Класс будет на мейн-эвенте. Вот там, действительно. Как всегда. На мейджерах, на интернешналах. Групповая стадия это ничто по сравнению с мейн-эвентом. Все решается там. Но здесь решается многое. Также посев на турнирах он невероятно важен. Ну что ж, заходят во вражеский лес с LGD. Сикреты отвечают тем же. Будет у нас возможный размен тир-2 на тир-2. А Егис закончился. Да и Даус появляется у Энве. Да, там Кристалли, Субин-Рейнджер. Ну, ДПС очень много наносит, конечно. Главное, чтобы Мизери успел амплифай дэмэдж повесить. И желательно не умирать до, скажем так, этого самого дебафа повешенного противника. Но пока тут сплит. Особо никто не хочет размениваться 5 на 5. Всех устраивать текущие положения на карте. Очень быстро забирает по топе Tower Сикреты. Снизу LGD все еще мучаются. Нет Глифа. Нет, так, они просто позднее начали бить. В итоге тоже забирают быстро. А и... А Виха-то сейчас на фокус-фаер может р-3 пробить. А нет Глифа! Ой, ребят, надо идти спасать! Надо идти дефить! Как тут приходит Леон, сразу же. Сматываются Сикреты. Видимо, без Эгиса пока не очень хочется. Да, это изначально был развод. Демэджи, конечно, не так много по товарам. Ну, так вот, подразвели немножко, отступили. И... Размен ровный опять. 17-18. Очень-очень напряженный матч. Никто не хочет идти вот именно в 5 на 5 в какую-то агрессию, тем временем. Энви снизу. Ну не, ну тут Мэйби... Вряд ли убьет. Если только прямо в модельку встанет каким-то образом, но это нужно, чтобы мне немножко повезло. Полторы тысячи урона, плюс резистант магии, ну такое все. Так, Мэйби. Манта Стайл сразу же. Есть Мизер рядышком. БКБ. БКБ развели, да. БКБ тупо аут. Ну вот так вот и происходит у нас эта игра. Сверху остается Вич Доктор. Кстати, Вич Доктора могут подцепить. Да, скорее всего Вич Доктор не уходит. Каски. Каски закончились. Ракета. Высасывает немножечко маны. Фингер. И забирают. Загулял. Да, вот это игра. Все, чем нам приходится довольствоваться. Но можно, в принципе, если вы очень боитесь что-то пропустить, вы можете отойти за кофе. Там пока что через 20 минут, наверное, команды соберутся. Но сразу предупреждаю, что когда вы вернетесь, может быть уже написано ГГ. Тут реально до первой мясной драки. Потому что драка может получиться внезапно. Абсолютно в любом месте. Поэтому спинат ходить пока лучше не стоит. Тем временем, на правильной трансляции. Дорогие друзья, ZDK уже обыграли в первой карте и Хоумов. Счет 1-0 в серии. Это, кстати, интересно. Это сенсация. Потому что CD и C говорили вообще не какущие. И ничего не могло. Да. Практически все. Не знаю, не знаю. Ну, в любом случае, действительно, там первая карта закончилась. Так что тем ребятам, которые пришли с второго стрима, вам большой-большой привет. Мы с вами продолжаем смотреть Secret. Да, вот спасибо нашему статсмену. Goldbergame 70. Ну, я говорю, 20 тысяч еще. 20 тысяч и нормально. И можно драться. Аганим появляется у Клакверка, да? Наверное. Так, у кого... Признавайтесь, у кого Аганим. Увр-ки был. Клакверк непонятно. В курицу надо посмотреть. Аганим? Нет. Вряд ли. Кто-то купил Аганим. Я видел. Купил, продал. Ну, типа из такой серии. Я там увидел... А, это Пупей. 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 Да, Пупей купил себе Аганим. Угу. Здорово, здорово. Есть у них теперь хороший аганим. Выход в смоках? Нет, даже без смоков. Гем покупает теперь с другой стороны тускар. То есть теперь у обеих команд есть по гему. Ну, все. Теперь мы вообще не увидим ганга. То есть все развардится, никто не будет видеть ничего, будут бегать в пятером. Наступит тот момент, когда они начнут бегать в пятером. Ну, обычно вообще в таких раскладах решает все появление Рошана. Когда Рошан появляется, мы уже все прекрасно знаем, где будут находиться команды. Да, в узкий проход не очень ни тем, ни другим. Не очень приятно заходить. Энви покупает Блинк. Энви абсолютно прочувствовал вообще тенденции этой игры. Купил себе ТРВА сначала, потом БФ, потом Кристаллис, чтобы урон какой-то иметь. И теперь Блинк. Супер мобильный герой. Так, чтобы не подставиться, конечно же, под Леона, под эти различные дизейбы, которые в принципе в теории только его могут и убить. И поэтому Блинк... Так, опасная ситуация у Гирокоптера. Тем временем нападение на ММА. ММА стерли. Или DC, конечно, да. Ну, это неплохой такой ганг. Ганг, который не позволяет Сикретам пока убить Рошана, потому что Рошана просто нет. Так что ганг придется повторить еще разочек, если они хотят свободно зайти. Но там вот дабл дэмэдж есть в теории. Сейчас Вихо просто в секунду разложил этого Рошана, но еще минуту придется его ждать. Конечно же, успеет появиться Леон, и конечно же, LGT постарается навязать там бой. Но пока в остальном все спокойно. Конечно же, отпушивают линию здесь товарищ Мэйби. 4300 у него монет имеется. Вот, покупается Талисман of Evasion. К слову, МКБшек у ребят из Сикрет нет. ВРки придется покупать. Если он захочет пробить этого самого СФа. Скорее всего, с Дейдаусом ты теряешь много дэмэджа. Все верно. Ну и дэмэдж покупает Сикер Коптер, он выходит наконец-таки в урон. Статов у него теперь хватает, выживаемости более-менее. Единственное, что какой-то сатаник еще будет не лишним для Кир Коптера, но это позже. Пока, конечно же, МКБ. МКБ, чтобы пробивать ВРочку. 60 на 55 по золоту. Ну, еще немножко. Еще 15 тысяч. Немного. Сейчас, ребят, все будет. Сейчас все будет. На, Буби, хороший аппарат. Так, смотри, смоки. Смоки пошли. От ребят из Сикрет. И те, и другие. Здесь пока без смоков. ЛГД без смоков. Здесь проиграют те, кто будет подниматься на ХГ. Да, но такое ощущение, что ЛГД собираются, но пока что просто в пятером. Можно обойти Сикретом снизу. Аккуратненько пробиться. Вот идет Мизери. Там вроде как байтит на себя Эмбер. Эмбер, понятное дело, герой крайне мобильный, поэтому потянется при любой инициации со стороны Мизери. Бегает здесь СФ, кстати говоря, тоже. Вот какая встреча сейчас у нас будет. В итоге Этернал Энви видят. Рядом с ним вся команда абсолютно. В смоках. Нападение. Здесь же Виндрейнджер. СФ прожимает блок Кингвар. Начинает бить Мизери. Отличный прыжок. Раскастовывается. Шадоу Финн. Стоит Десвард Вичдоктора. Ну, юзает Саманты СФом. Слишком много целей. Вичдоктор погибает первым. Вторым погибает Слардар. Остается Этернал Энви с дабл дэмэджем, но этого явно не хватит. Да, LGD провели эту драку лучше. Смотрим Fight Recup. Видим, что основной дэмэдж у Сикретов это была палка Вичдоктора, которую сюда не записала. Но все очень хорошо сделали. Леон и Таск. Тем временем нападение. Еще раз на Пупея. Эмбер Спирит тоже на блинке. И Топаут юзает. Ну, в общем, да. Сикреты не могли зафокусировать никого. Потому что Верков прыгнула. Она была готова уже убивать. Но БКБ. И Шаклышот не заюзать просто-напросто никак. В итоге вынуждены были уходить. И те ребята, которые как такового эскейпа не имеют. И в плотности они погибли. Я думаю, что вот она та самая драка, которая даст одной из команд преимущество. Оперейшн в таверне. Бояться нечего. Под Сигелем Гирокоптер спокойно расстреливает от Порошана. Заходит сюда же Мэйби с бабочкой. Он готов забирать Аегис. 5-5-5 статистика у Мэйби. Ровненький парень. Бинго! Сорвал кушку. Да, и побежал, что забрать Порошана не сможет. Он так вот Аегис собирается. Спокойно эсэп. Ну, сейчас посмотрим, что это дало нам по графикам. Очень большое преимущество по артефактам. Сайлор уже имеет МКБ. Никакие бабочки не работают, Вендран не работает. Мэйби имеет Баттерфляй. Ничего нету против этого Баттерфляя. И тяжело пробивать на ходе. Ой, Мизери. Как ты подставляешься? Вот чужим вардом фармил Мизери. Это ошибочка. 59 секунд в таверне. Ну, а я думаю, что это не повод для того, чтобы заходить на хайграунд. Но Тир-2 подносить ребятам из ЛЖД можно. Тем более, что Аегис есть. И он мотивирует команду на вот такие вот агрессивные движения в сторону оппонента. Ну и, конечно же, Сплит идет по исполнению Team Secret. Энди оставляет Ремнан. И меньше не встает больше. Оставляет Ремнан. Сам уходит. А дефит с помощью фестов. Виха тоже здесь. ТПшка у него имеется. Аж три штуки. На всякий. Чтоб всегда было. Да, ну и что. Мизери 0.8. Теперь за него золото практически перестают давать. Но это не имеет значения. Потому что без него драться команда не может. Здесь именно само наличие Слардара очень важно. Угу. Основа их физического урона, их стратегии основаны как раз таки на этом Слардаре. На даблифайм. И вот только-только сейчас он покупает себе Бегер Клаб. Он понимает, что нужна выживаемость. Ну не хочется падать за какой-то хекс, за какой-то стан элементарно под кулдауном. Встревать своим спринтом. И, возможно, ему стоило сделать айтем билд Мунминдера из вчерашней игры. Мидасик купите? Ну, во-первых, Мидасик, кстати говоря, в этой игре бы окупилась. Безусловно. Потому что он умирает восемь раз, он ничего в игре не делает, фармить он не может. Ну и Мунминдер, он не делал форстафф, он делал бкб. Потому что у него роль была такая же, как и здесь. Ты не можешь ворваться и уехать на форстаффе. Ты сразу получаешь хекс, какой-то урон, и тебя цепляют. Если же ты имеешь бкб, ты врываешься, да, ты остаешься до конца, но ты впитываешь. Хотя бы жить будешь. Все верно. Но тут уже зависит от предпочтений. Возможно, в какой-то момент Мизери просто не поверил в том, что он сможет на бкб собирать форстафф. Он скорее поверил в то, что удастся ему использовать этот форстафф. Там против клокверка неплохо. Ну... Форстафф пригодится в любом случае. Безусловно. В любом случае, конечно, три форстаффа. Немножечко перебор. Три блинка, три форстаффа. Против одного клокверка. Энви. Находит его Shadowfiend. Видит Энви. Ох ты! Боже мой. Ракета. Энви. Так и не смогли ее прочитать. Demon Nation себя приобретает и спокойно траволаг будет сваливать. Всего подловить не смог. Ну и Виха тоже там скрывается пока. С возможностью уйти внезапно. Партизанская война тотально идет. Обратите внимание на карту. Один вард стоит у команды LGD на верхней линии. Вот здесь вот. И на Рошане еще один. И один на Рошане, да. Вижен команды Secret никакой, абсолютно. А, кстати говоря, что по поводу гема? Нет, гем не выбили из Вихи, да, он убежал. Но контроль карты здесь у LGD просто не могут пробежать, что-то поставить. С другой стороны, ведь LGD, имея сейчас в именитаре Aegis, крутые артефакты, которые пока еще не законтрены коргерами противника, не могут подняться на хайграунд, не могут реализовать, что называется, ставить сам Aegis. Все-таки Secret им удается где-то как-то отпушить линию. Вот такими вещами занимается Ember Spirit, обратите внимание. Сейчас он будет на блинке заходить, фисты давать и уходить. Вот демонюка такой. Не особо пытаются пока что LGD, они сами формят. Их ситуация полностью устраивает. Вот я, к сожалению, почему-то не могу рисовать на карте, но вот если вы посмотрите на мою мышку, вы увидите, что вот примерно вот такую позицию занимает у нас LGD, то есть весь центр, а Secret и все, что осталось. То есть вот так вот по лесам, по лесам, по каким-то проходам скрытым. Ну и естественно, там крипов нету в доте. Вот линии сторонние, скажем, крайние линии пытаются постоянно Энви фармить. У меня это получается очень даже неплохо. Насчет рвалов крайне мобильный. Вот топ только-только отпушил, уже снизу теперь линию отпушивает. Как-то подловить его надо. Нужно, чтобы внезапно DC оказался в том месте, где будет Ember. Но Энви пока держится крайне-крайне классно. Нужен вард вот на эту горку, ту самую, которая в лесах палит. Да, да, нестандартные варды вот эти. Они могли бы помочь где-нибудь на крайне. Ищут, ищут, не могут найти. Хорошая статистика от нашего статсмена, что Энви с купленным блинком гораздо чаще проигрывает, чем без. Ну, Энви тот еще парень, да. Он просто может внезапно закинуть. Вот так вот он, конечно, сейчас классно перемещается. Но в один момент просто ты где-то купил себе артефакт, подставился под Хекс элементарный. Умер, и игра проиграна. Поэтому то, что пока он делает, это круто, но главное, что подставился. Вчера у нас, конечно, Miracle створил такие вещи, что теперь сложно будет его переплюнуть. Но Энви, я уверен, попытается. Где-то-то точно, в каком-то матче. Это ж Энви. Энви иначе не может. Вообще, наверное, это одна из самых равных игр, которую мы видим сегодня. Да и в принципе. Именно вот развитие событий, то есть у LGD преимущество, но оно настолько вот небольшое, и так тяжело его как-то превратить в какой-то... Какие-то дивиденды извлечь. Даже не знаю, как сказать. Ну, это все правильно, конечно, в рост сторону. Просто элементарно нужна одна сторона. Они бегают в смоках по карте, но Сигриды вот именно по лесам. Я такое вижу, честно говоря, впервые, чтобы настолько по периметру играла команда. Должны меньше фармить, но как-то на графиках пока что этого не видно. Вот была одна драка, и все. Ну, вообще, сейчас очень видно, как вот этим вот сплит-фармом занимается круто Эмбер, а вот как ВР-кой не дофармивает, видно еще сильнее. Потому что Виха очень мало денег в последнее время набирает. Ему крайне необходимо сейчас купить себе МКБ и какие-то другие айтемы тоже нужны. И он бегает, бедняжка, там нейтралов одну пачку зафармил, и все. Но он, так как Эмбер Спирит, сплитить не может. В итоге, видим, что по Нетворсу он довольно серьезно уже отстает от кор-героев противника. Там порядка 7000 от СФ, да, от гирокоптера 6000. Это в глубоком лейте, конечно же, скажется. Так, ну и все, секреты, они окончательно ушли. Второй деф, они просто сели на базе. В этот раз уже даже их по периметру не найти. Как же сейчас тяжело играть LGD вот в этих поисках. Ты не видишь врага вообще. Но они должны быть довольны, потому что они думают, что фармят больше. Если бы они фармили еще, было бы вообще потрясающе. Так, Энви. Фармят-то они действительно немножечко побольше. Чуть-чуть, совсем капельку. Чуть-чуть. Ну вот они сейчас пробежали, они не зафармили почти ничего. Они просто пробежали. СФ фармил топ-топ линию только и все. Остальные действительно просто бегают. Лемонедж покупает себе Мэйби. Мэйби сам будет в МКБ. Ну а что? Правильно, у гирокоптера МКБ есть. И СФ тоже в пору с ВРК драться как-то. И в ВРК большие трудности. Теперь даже одна из его способностей ключевых работать не будет. И это неприятно. Вот оно, БХБ. Был бы Мидасик, было бы уже давно. Собирал бы что-то еще. Ну, теперь уже да. Теперь уже поздновато, наверное. Теперь да. Ну, вообще сейчас, наверное, все-таки станут в оборонительную позу Сикреты. На своей базе там будут стоять. И будут просто-напросто аркидываться фестами. Все, что им остается. Как-то сейчас драку проводить, ну, сложно. С самого начала у нас Татсмен намекает на то, что чем дольше длится игра, тем больше шансов в LGD, что вот не играют они в какую-то медленную доту. Ну, посмотрим. Пока я не могу сказать, что они исполняют прям феноменально круто. Ну да, они бегают по карте. Но при этом преимущество их не растет там как-то в разы. Они, по-моему, только сейчас поняли, что да, можно просто фармить вот СФ снизу всей остальной командой в других точках. Фармит у нас Клакверк вообще свой аганим где-то в стороне. И тебя враг вообще не будет гангать ни при каких условиях. Так. Выход от Таска. Ну, не успевает. Но, в любом случае, секреты совсем прекратили. Расслабляться, конечно, не стоит, но можно. Если бы они фармили вот так вот последние 10 минут, прочувствовав то, что такой шанс есть, то уже имели бы солидный перевес. Вот сейчас очень интересный момент. В БКБ покупаете винрейнджер на все свои деньги. На байбэк, естественно, не оставляет. Эта БКБшка поможет, конечно же, в частности от каких-то дизейблов от Леона. Но при этом ты по-прежнему ничего не можешь сделать СФ, у которого есть бабочка. И теперь ты вообще с базы не выйдешь, потому что у тебя нет байбэка и слишком страшно. Ну, верка-то особо-то и не выходила, конечно. Вообще, вот, к слову о том, что там сильно как-то преимущества не набираются лучше типа отношения к секретам. На графиках это понятно, это общекомандные значения, но вот если посмотреть отдельно взятых кор-героев, я просто вижу СФ и вижу БР, я их сравниваю. Вот смотри, вот только недавно я говорил 7000, уже 9. А это уже полтора артефакта, да, каких-то суперкрутых, даже 2 где-то. И все это впоследствии будет только лишь наращиваться и увеличиваться. Ну, вот видно, что вот она, примерно здесь LGD пытались бегать, а вот здесь вот они начали фармить. И все, это пошло вниз. Выход на Рошу. Повезет ли нам в этот раз? Нет, не в этот раз. Башер на Герокоптере. Пистол будет у Герокоптера Сайлор, что ж ты творишь, ты демонюга? Это очень хороший выбор, у них мало контроля против Эмберспирита. Ну, в принципе, почему бы и нет? Эбисол дает тебе много урона, он дает тебе возможность башить в 10%, не будем забывать. То есть он не тотали юзелесс. И к тому же он дает тебе возможность пробивать БКБ. Вот, это самое главное, потому что БКБ 10 секунд только-только купила себе ВР, то есть теперь уже Лион не работает своими хексами, но будет работать Герокоптер, который может дать обисолк. Так, вот сейчас выход, но ВР заходят. Сайлора начинают фоксить, не успевает помочь никто. Сайлор есть, байбэк, пульт оперейшена заходит. По двоим героям вовремя Ротикея успевает отступить. Также у ММА легкие проблемы. Ну и что здесь? ММА. Да, может отступить. Сайлор дают стан, ДДС, свистов, погибает практически. Да, забирают ДДС, забирают Таска. Мэйби под фокус-файром, Мэйби также забирают на минус 4. Ужасная драка от команды. Разводил их секреты, просто разводил. Так закатили жестко ЕСФ и всех остальных. Их, конечно же, моментальная фокусировка Герокоптера дала о себе знать. Красавцы, в такой момент, таким моментом воспользовались. 5 тысяч дэмэджа нанес в Шадоу Финк, Герокоптер вообще не нанес нисколько урона. Не совсем понимаю, почему после потери Герокоптера, у которого был байбэк, он не выкупился или не отступили LGD. Видно, что по координации немножко проседают, причем с самого начала игры. Снимает Срингчейнс, Башер работает. КБ, точнее, вернее, работает пока что. Ультимейт Гирыча. Немножко больно. Ладно, сильно больно. Амплифайд сразу же по КБ, да. Ну и... Тянет время, просто тянет время для того, чтобы успели выйти герои. А SF без байбэка, это же вообще провалы. Чувствуют секреты, что где-то SF здесь был неправ, а можно этим воспользоваться. Посмотри, заходят по топу, они снесли уже те три, будут ломать бараки. Покупает, а гоним себе Клокверк, он остается сам без байбэка. Да? И нет возможности лжи нападать, нет возможности отбиваться, потому что они все погибнут и будут в таверне сидеть. Ну, одну сторону точно потеряли, может быть, успеют потерять вторую. 30 секунд, это же так много! Где вы, куда вы уходите? Ребята, добивайте все! Нет, все правильно делают. Все равно здесь бараки добить тяжело, очень много контроля, можно не успеть отступить. В этот момент, если ты останешься, проиграешь драку, враг заберет Рошана и будет иметь преимущество. Если сейчас отойдешь на Рошу, маны, правда, нет. Всевого варианта, действительно. Очень мало маны, и в итоге и Рошана не получится забрать. Это очень печально, потому что все, что сейчас нужно сделать LGD, это зайти на Рошана, взять себе Aegis и продолжать играть. Как мы видим, по графикам преимущество вполне играбельное для них. У них очень сильный пик. Они сейчас практически на равных провели драку, учитывая, что они играли без гирокоптера. Там у всех осталось лоу КП. Если бы Гирыч выдал свой флэг перед смертью, хотя бы, было бы очень серьезно. Боже мой, Энви, Энви! Энви! Сейчас чуть не доигрался со своим блинком. Успеет ли он его здесь захексить? Да, ну вот с этого захода секреты получили крайне много. Они очень много денег взяли. 8300 там у товарища Энви, Виха. Купил себе Трвала, ну прям действительно всю сторону там. Пайлайт, давай ты БКБ себе взял. Попробуй теперь его как-то убей. То есть попробуй ему помешать скастовать полностью свой Deathfarb. Тяжело это будет сделать? У него гирокоптер. По ширам. Целей много, слишком. Тут ВР-ка есть, тут и ВИЧ-доктор где-то стоит там за три экрана и тебе палку поставил. И Тускар, да. И вот тут все нужно прицелиться, контроля становится больше целей для контроля, скажем так. И тяжелее будет LGD. Ну, воспользовались секреты вот этим моментом, единственным предоставленным, очень классно. Вот это вот внезапная инициация, LGD явно такого не ожидали. И реально возможно, что секретов есть победители. Прожимают сейчас смоки, Энви возглавляет это движение. Нужно сделать минус. Они будут Рошана внезапно забирать, да, судя по всему? Ну, тут внезапно особо не получится, нужно сделать минус. Так, вот Энви. Ну, очень просто необходимо. Вот он Ротикей, можно его подловить. Есть ЧНИ, но Форстафис пытается уехать. Сардар дальше, Мизери ныряет дальше с Тускаром. Тускар госкептер прожимает, показывает. Толдаун такой защитный больше. Мизери под БКБшкой идет дальше. Кого-то нужно подмять. И Сэф там, те временем, разложил Эмберспирит. Ой-ой-ой, Эмберспирит. Байбэк, конечно, возвращается в драку. Продолжается у нас погоня. Забирают Виндрейнджер. Байбэк у Виндрейнджер. Нету. И мэйби... Пей. Ракета, Форстаф, Пупея спасают. Но нужно уходить остальным. Да, Энви сейчас немножечко начудил. Пайлайдай. Есть Блокинг Бар, Мизери. Попытается засейвить. Да, с Форстафа сейвит своего друга. Ну, гирокоптер здесь решает, что нужно отойти. Правильное решение. Вот сейчас тот, кто координирует у LGD, был абсолютно прав. Там такой анлакновый артиплей. Она с первой затычки от гирокоптера получила бас. Она из баса просто не вышла. А до сих пор нет. И Сайлор уже контрит. Без Абисал Блэйд. С одним только баса. Фантастика. Эндер Спирит тоже слился. Ну, молодцы, LGD. Айги собирают. Сыр сейчас достанется. Ну, пока достается он Леону. Потом, если что, передаст. Что смущает LGD, то, что у них потеряна топ-линия. А ее отбивать очень-очень-очень проблематично. В том плане, что много внимания нужно этой линии уделять. Ну, сейчас вот сделали камбэк. Теперь опять у них все хорошо. Как мы видим, по пику-то все очень жестко. Роти Кей, посмотри. Роти Кей! Роти Кей! Роти Кей! Да ладно! Аппарат вместе с Эмбер Спиритом. Просто на халяву сделали килл. Чайные айз глаз. Гем до базы он донес. Плавься. Роти Кей. Эмбер Спирит без байбэка. Нужно Энви играть, конечно, аккуратнее. Я пропустил тот момент, как его там убило Сэф. Потому что мы смотрели на ММА. Кстати, вот удивительная вещь. Но его каким-то образом вот здесь вот не привязало ни к чему. Он смог включить ГОСТ и выжил. Амбарочка? Да, за Шекл его должны были убивать. Но Виха, по-моему, сам очень сильно удивился тому, что произошло. И, в принципе, из-за этого это все и пошло как-то криво. Ну вот такой вот легкий анлак. Сайлору нужно покупать себе Эбисал. Эбисал даст много. Заходят на Рошана. Внезапно оказывается, что Рошана уже команда врагов забрала только что. Неловкий момент. Да, я не совсем понял, как так получилось. Ну и ждут Ротикея, потому что без него-то не очень хочется играть. У него Аганим. Он один из основных инициаторов. Создает такую хорошую движуху. Мэйби заходит. Верка. На этот раз попадает. И верке нужно бежать. Нет! Докатывается. Тускар запирает. Виндрэнджер. Виндрэнджер погибает. Развалили. Гирокоптер находит дальше. Колдаун дал. Позамерился немножко Мизери. Надо утекать. Энви. Энви, конечно же, на блинке уходит. Ныряет дальше. Гирокоптер. Мизери. Станом не попадает ни по кому. Боже, Абисал ловит. Погибает сразу же. Айсбластер. Разворотит Пупея, но ловит кукшот от товарища АОТК. АОТК. Пупея. Здесь не отпускают. Даблкил делают ребята из LGD. Это сделал Гирокоптер. В итоге суммарно минус 3 в размен до одного Леона. Тем временем, Энви сделал телепорт наверх. Ломал барак. Нужно добивать рейнджовый барак хотя бы. Возвращаются соперники. Но делают это очень медленно. Энви может попытаться добить. Нет. Этот барак он вряд ли добьет. Энви в итоге уходит с блинка. Минус рейнджовый барак. Но потеряли трех коров в размен на саппорта. И Аегис все еще остается у Гирокоптера. Да. Такие дела. Ну вот это самая проблема. Разочек потеряли линию одну. И теперь страдает сторона. Тир-4 страдает. Медлиния страдает. Все страдает. Даже если вы выиграете этот файт на нейтральной территории. Вам всегда нужно обращать внимание на свою базу. Что внезапно она может лопнуть разок. И вот Гирокоптер это понимает. Смещается. Нужно отпушивать. И вот даже после... Даже после хорошо проведенного файта. Нет возможности этот файт реализовать. То есть они даже не дошли до базы чужой. Чтобы развести на байбэк. Ну вот есть. Есть и Гирокоптер с рывалами. Ну да. Осталось 10 секунд. Они просто дошнутся слиты. Они не будут байбэкать. И развести на байбэк уже не выйдет. Не выйдет. Заходит СФ у нас на хайграунд. Начинает пробивать аккуратненько ТС-3. Очень аккуратненько. Очень аккуратненько. Так знаешь этот как скульптор. Отсок все лишнее от тавера. Ну да. Ну и все. Видели что секреты отреспаунились. Полным составом. Да. Гирч решил остаться сверху. Было бы рискованно делать телепорт. Оперейшн покупает Линкенсферу. Против Хиггса. Насколько я понимаю. Против Абисалблейда. И Абисалблейда тоже. Ну в любом случае много таких. Точнее мало. Таргет спилов. Они очень важные. Так. Гирокоптер сделал ТП. Верхняя линия отпушена. Аегис все еще есть. Сейчас нужно гирокоптеру байтить на этот Аегис. Просто заходить и ломать. У него очень много урона. 300 плюс. В такие моменты хочется, чтобы Энди вместо Скади в комментарии имел рапиру. Чтобы дать один фист и прогнать противника. Да. Я думаю не тебе одному. Ну я думаю всем конечно. Комьюнити всегда любит, когда появляются рапиры на коре героев и игроков. Всегда очень захватывающе. Я имел ввиду Пупея вообще. А что Пупея? Ну я думаю он бы не отказался. Если вместо Скади было бы что-то другое. Здесь вообще в принципе Эмбер Спирит такой получается плотный. Но скорее танковать нужно Мизери. Вот Мизери должен поглощать весь абсолютно дэмэдж. А Энви наносить урон. Вместе с Веркой. Но Энви решает тоже быть таким сами танком. Посмотрим сработает ли. Слушай, там Мэйбис тоже покупает себе Abyssal Blade. Да. Он покупает себе Abyssal Blade. Да, уже готов. Abyssal Blade. Мизери залетает. Мизери Форстафф отлично. Ротикей сам тоже на Форстаффе отъезжает обратно. И соинициировать нормально здесь не получилось. Ну боятся те и те. Внезапно плохо соинициировать. А Энви продолжает заниматься своими такими очень интересными вещами. Ой-ой-ой. Находят только что Operation. И без Operation. Это драться очень не хочется. Ultimate Operation. Отступает. Ротикей в итоге за Форстаффе. Минус Black King Bard. ДДС включает Госкипетр. Очень вовремя. Гирокоптер разбивает Abyssal. У Мизери огромные проблемы. Минус Мизери. Мэйби оформляет мега-килл. И пока Мизери нету, идут в атаку. Кех. Бой после БКБ. Вика Форстафф. Отлично. Залетает кисты. Очень больно. Айс-блассно. Сноуболом. Там часть людей уводит просто ММА. С гирокоптером пытались пробить. Аппарат не вышло. Аппарат выживает за счет Госкиптера. Идет дальше товарищ Стайлер. Новый Десвар. Файлору больно. Стайлер теряет Aegis. Это только Aegis. Он слишком далеко находится. Сейчас нужно каким-то образом его спасать. И каким непонятно. ММА находится рядом. Вика, давай, Шекл. Через 2 секунды он появится. Сноуболом увозит его своих тиммейтов. Там ТП. ТП. Мизери рядом. Стам дал. Снова форстафф. И Шекл цепляет ММА через крипа. Неплохо сыгран. Но Сайлор на развороте. Снова ставит и описывал Мизери. Мизери больно. Сайлор пробивает через фокус файр. Пытается уйти товарища ММА. Отстанивается Мизери. И добивает видимо здесь Тускара. Мизери выживает. Ну да, лютейшая драка какая-то получилась. Не знаю, стоило ли закатываться Гирокоптеру с Тускаром настолько глубоко. Смотрим Fight Recap. Вынужден был байбекаться Слардар. Тем не менее, больше денег получили явно за эту драку. Ну и Тускара сейчас не будет. Меня очень смутило, почему Абисал от Гирокоптера залетел в Мизери на Слардаре, а не Верп, который бегал рядом. Они оба были БКБ. Завкуси Верпу, убей её. Кого-то нужно было фокусить. Так Верпу же лучше, чем Слардара. Приняли решение зафокусить Слардара. И зафокусили его. Сейчас нужно отбиваться. Есть байбек. Крипы заходят на базу. Нужно играть очень аккуратно. Вяжет ММА, ММА уходит в ГОС. ММА получает... Не получает ультимейт. Теперь люта оперейшна нет. Можно немножко расслабиться. А можно и не расслабляться. Эмвер Спирит забирает Леона! Что творит Энви? Энви запирают, Энви уходят. Отличная игра Джеки Мау. Действительно стоило сейчас добить этого саппорта. Таск у нас также байбекается, насколько я понимаю. Там хукшот был своего от товарища Кокверка. Да, у Таска натикла на байбек. Он тоже байбекнулся. Но в итоге байбеков теперь нет. И Леона нет. Все еще. Гиропоптер. Блин, покупает Гиропоптер. Визапная инициация в Верков. Это будет очень интересно. Это уникальная игра. Но решения, которые принимают LGD, заслуживают уважения. Ротикей пробивает его слишком больно Эмбер Спирит. Да, пока что к Энви по его исполнению в драках претензий не может быть вообще. И тембилд, конечно... Да и тембилд хороший-то, в принципе... Да классные тембилды. У всех гор-героев они все правильно делают. LGD прекрасно понимает, что они убивают любого из гор-героев Сикрет в секунды практически. Только дайте запокусить, дайте подержать его на месте. И единственное, что нужно дать Абисал. И из-за этого появляются всякие блинг-даггеры. Потому что иначе никак. Ну и вот здесь самое классное, что спасает обычно это Форстафф. Форстафф реально решает. Форстафф очень классно работает. Форстафф. В Мэйби. Влетает Ротикей. Очень больно. Мизери. Гиропоптер с блинка запрыгивает. Но не может никого зацепить. Просто кайтят. Нужно Клакверку сейчас по кулдауну пытаться ворваться. Еще раз. Манта. Фисты. Мимо. Клакверк. Клакверк готов. Но. На развороте. ВКБшка уже нет. Пытается это сделать Вика. Сейчас через блинк у него появится буквально через 4 секунды. Аккуратненько бы связать. Сделать килл. Вешать turn of shadows. Мизери. Амплифай дэмэдж. УТК прыгнул сам. Кавки. Не самый удачный получается. Финкер залетает Вику. Сразу же его Форстафф. Аутикей снова откидывается ракетками. Наринант оставляет позади себя товарища Энби. И пытается Фистов снова кого-то зацепить. Двоих сцепляют и чайны. Тут же Форстаффы. Мгновенно две штуки юзаются. И Энби готов через секунду снова давать Фисты. Аутикей просто уезжает на своем кукшоте подальше. Энби может криталить потому что внезапно. Сноуболт на Энби. Есть Тайс Бласт. В итоге аппарат добивает ДДС, который стоял на фонтане. Не будет Леона. И вот он обисал. Вихо! Форстафф не туда! И Вихо погибает! Крита! Как же ему сандалил здесь товарищ ИСФчик и Гирокоптер. Очень много дэмэджа впитал в себя ВРК. Сразу же Валра Спанч ловит еще иначе Сапаришина. Каун жив за счет госкептера. Каски. Хукшот пошел в Энби. Энби нужно спасаться. Заринант уходит. Есть Тазреком офсов. Но Каски. Дэсвар снова ставится. Пробивает Пайлайдай. Очень больно. Клок вверху их погибает без байбека. Не зря будет и кого-то ловить. Опасно. Очень опасно. Наверное стоит отойти. Верка байбекаться не хочет. Хорошо размениваются. Очень хорошо размениваются Сикреты. На самом деле вот сейчас мы уже видим, что это мейджоры, что это сильные команды. Исполнение феноменальное. От Сикреты ничего не могут с этим LGD поделать. Они сами играют здорово. Но никого не зацепить. Все ускользает за счет форстафов. Форстаф вообще тащит эту игру. Но удалось вверку подцепить. Это очень был крутой мув со стороны Гирокоптера. Такого явно не ожидали Сикреты. Что внезапно Гирокоптер появится перед носом Верки. Даст Абисал и расстреляют. Преимущество очень маленькое у Сикретов для такой минуты. Но самое их большое преимущество это снесенный барак. Снесенные бараки сверху и битый барак на миде. Фактически одна сторона остается у LGD. Им с базы выйти тяжеловато. Да, именно так. Но никто байбеки пока делать не хочет. Ребята ждут респауна своих героев. Появляется еще Рошан. И сразу же Мизери на него заходит. Довесил Amplify сверху. Втягивается аппарат. Там же находится Вичдоктор. Нужен Amplify спирт. Но очень долго бот бить. Ну а для LGD нужны какие-то конкретные сейчас действия. Ну какие действия? Базу покидать нельзя. Ну да. Тут на Рошана лучше не заходить. Он слишком быстро падает. Вторые три вла покупаете в ЭК. Чтоб внезапно сейчас прилететь и к Рошану. Вот она прилетает к Рошану. Вика помогает убить Рошанчика. А Еги забирает сама, кстати говоря. И идет дальше. Шекл. Лучше Манту стал. Может. Байби. Немножко рискованно использовать Манту, когда там летит Шекл. Ты можешь привязаться к иллюзии. Но он задоджил идеально так, что Шекл вообще даже микростана не прошло. Да. Отдали Рошана. Я думаю, что отдавали более-менее сознательно. Тяжело здесь выйти в такой ситуации с базы. Ну вот у нас была только что статистика по поводу Скади. Но здесь все просто. Эмбер Спирит покупает рапиру, как правило, в ситуациях, когда игра проигрывается и нужно что-то менять. Естественно, никто не будет покупать рапиру в ситуации, когда игра выиграна. Разве что там муши. Но вот этот мув на Инте, который он сделал с байбэком с двумя рапирами, это легендарно было, поэтому... Энви покупает муншар и съедает на Эмбер Спирит. Фантастика. Да. Здесь и нырять на Виху, на Виху! Виха-то в них все, но в том, он просто уезжает. Гирокоптер залетает дальше. И ставится Коге. Пупея пытается пробить. Пупея на Коскептре жить в кожу хочет. Ставится DeathSmart. Аппарат сдулся. Бэйби. Под БКБ. Эмбер Спирит аккуратненько взлетает в сторону. Но по ЛДФ никуда уйти у нас не может. Согибает Вичдоктор. Это уже минус два сторона HD. Виха жмёт БКБ. На отступление. Шекл привязывает к Лиону. Виха, где же твой фокус-файр? Только что откатил Эмбер Спирит. Какая критуля по Гирокоптеру. Гирокоптер падает. Байбека нету. Тут же байбек от Вичдоктора Оперейшена. ММА. Пробивают. ММА. ММА уходит на ло хп. Виха минусует Лиона. Минус Аегис. Но это только Аегис. Эмбер заезжает. Еще раз. Ну и кажется это гуд гейм. Трех байбеков нету. Пятером живы Сикреты. Забирают Хлакверк. Остается только один Шадоу Финк. И это гуд гейм. Да. Байбеков были ребята. Ну что же, хорошо снова отыграли Сикреты. Казалось бы, поначалу проигрывали драку. Двух суппортов потеряли на байбеке. И конечно же, эти криты, которые просто внезапно где-то в части карты разносятся. У меня дота сломалась. Показывают осколки этого самого трона. Купей феноменален. Он успел перед смертью дать Линку на Вичдоктора. Вичдоктору в итоге ультимейт сбили по-моему только рандомным башем. В целом, исполнение Сикрет именно в драках за последние 20 минут. Оно достойно самых высоких эпитетов. Заслуженная победа. Вот в том моменте, когда они проигрывали, мне понравилось, когда они перевернули первый замес в центре. С шоколшота ворвались, быстро геркопты разорвали. Вот оттуда все пошло не так у ребят из LGT. Это все благодаря тому, что есть у них координатор, есть такой человек, который скажет, «Ребят, вот сейчас смог, вот здесь протеоник, залетаем, и мы в шоколаде».